Друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас всех видеть на своем канале Вязание с Татьяной. Рада заглянувшим на мой канал, кто поддерживает меня и смотрит мои ролики. Мои ролики выходят и на ютубе, и на площадке Дзен. Ссылка на канал на Дзен будет, естественно, в инфобоксе под этим видео. Первым делом я хочу поздравить всех вас с великим праздником. Великий праздник – День Победы, 9 мая. Сегодня, 9 мая, я хочу пожелать вам и вашим семьям мирного неба над головой. Это самое главное и самое важное. Память всегда остается в наших сердцах. Данный праздник, он касается каждой семьи, каждого дома. И еще раз хочу сказать вам всем – мирного неба нам всем! Итак, сегодня 9 мая, я целый день, у меня такой сегодня лайтовый день, я целый день вяжу. В основном я отвлекаюсь на какие-то рекламные паузы, на свои я их так называю. Сейчас ходила, собак там гоняла, ну, в плане того, что играла с ними, с мячиками их. Ну, и они там, в общем-то, на улице и остались. Сегодня погода такая, ну, мягко говоря, не майская, потому что у нас то идет снег, то светит солнце. Сейчас снега нет. С одной стороны я вижу, все пасмурно затянуто, с другой стороны небо голубое. Голубое, голубое – холодно. Я выходила в куртке, я выходила в шапке. Я хочу сказать, что у меня в теплице я сажала рассаду кабачки, тыквы. Кабачки померзли частично, тыквы немножко прихватились. Вот, я на прошлой неделе еще, на первой майске, насажала туда еще семечек, ну, чтобы они вылезли, пока еще не вылезли. Холодно, нет тепла, вообще нет тепла. Я, с вашего позволения, сделаю глоток. Это у меня шиповник я пью. Так вот, погода совсем не майская, ну, не теплая. Поэтому я на прошлых выходных насажала еще семечек. Теплицу я использую пока в качестве рассадника, да, то есть я выращиваю там рассаду. Соответственно, там у меня зелень, лук, укроп, там, ну, вот это вот все, шпинаты и так далее. И плюс, пытаюсь вырастить кабачки и тыквы, но надеюсь, что скоро все-таки тепло к нам вернется и уже сможем полноценно высаживать все на свои грядки. Вот. Первые майские у меня прошли достаточно бурно. У нас были гости, у нас было много гостей. приезжали на неделю мои старшие дети, и они здесь были неделю. Мы рано утром, 1 мая, вернулись домой. Я, муж и мама наша. У нас были дела. И 3-го, ну, 2-й и 3-й были рабочий день. 3-го числа муж мой рано утром поехал из города, из дома сюда. Вот, а я уже приехала вечером. 4-го у нас были еще гости. У нас приехали младшие дети. У нас приехали родители Киринова, мальчика Сережи. И, в общем-то, 4-го у нас был праздник. Это у нас был день знакомства. Мы знакомились с родителями. Поэтому выходные первые у нас прошли достаточно бурно, достаточно активно. Мои старшие приехали 28-го апреля, ребята. А уехали они в ночь на 4-й. Они поехали... А, в ночь. Ну да, 4-ю. В общем-то, ночью. Поэтому я в руки камеру не брала. Я какие-то дела свои там делала, ну, в плане грядок. Посадила на рассаду огурцы еще. Они у меня также сидят в теплице, в другой бочках. Бочки у меня закрыты двойным слоем спонбонда. Белая ткань, которая... Я вроде их смотрела, вроде ничего, нормальное. Не прихватил их мороз, потому что минуса опускались до минус 3-х. Минус 5-ти. Ну и сами понимаете, в общем-то, я сейчас ходила, инвентаризацию делала на грядках. На цветочных грядках. У меня лилии замерзли. Вообще, я вот такого не припомню, чтобы было на майский вот так снег. Муж говорит, было такое когда-то там. Ну вот последние несколько лет я такого не помню. Да, было холодно, да. У нас в городе с боем. Не скажу прям, что раз и все, мы запрос сделали и нам включили отопление. Нет, с боем. То есть в квартирах опускалась температура до плюс 15 у моей Ани. Вот она мне показывала. То есть достаточно было холодно, но включили. Потому что невозможно находиться в холодной квартире. Здесь хорошо. Мы протопили вчера печку, сегодня протопим. И у меня обогреватели в любом случае, они работают. У меня 25 градусов в комнате. Потому что я теплолюбивый человек. Я люблю, когда тепло. И для меня лучше пусть тепло, чем будет холодно. Вот. Эти выходные мы одни. Здесь вдвоем с мужем и две собаки у нас. Кора и Вольт. И сегодня у меня такой день. Вы просто не видите, что у меня на столе. У меня на каждом пятачке на столе разложены мои процессы. Вот. Я сегодня вяжу уже, наверное, ну, двигаю, продвигаю. Наверное, уже четвертый. Как он, двое носков. Кокетка. Да, это четвертая кокетка. Ну, четвертый процесс. Я привезла с собой вчера все. Каникулы выходные длинные. Поеду я домой в воскресенье. Ну, после обеда, скорее всего. А, наверное, потом на следующей неделе я буду частично здесь. Ну, так получилось. Посмотрю, в какой день я приеду. Так, могу вам показать, да? Я немножечко поснимаю эти выходные, а потом уже буду в городе. Я выгружу вам влог. Так, это я везла. У меня была передышка от этой кокетки, от этой работы. И вот я сейчас все гоню длину. У меня вот от четвертого моточка вот такая вот малышня осталась. И я привезла с собой еще взяла один моток. Думаю, если я его извяжу, то будет хорошо. Потому что я его забросила, этот процесс. Да, у меня все, кокетка вообще связалась на одном дыхании сама. И сидит на мне здорово, мне понравилось. Но вот дальше продвинуть никак у меня не получалось. Ну, как-то все перегорело. Думаю, все, связала вот это основное, кокеточку связала. Думаю, ну и пока хватит. И отложила его в дальний угол. И пошла участвовать в совместном проекте «Радуга» у моей подруги Людмилы Красноперлой. В котором я очень довольна, что я участвую. Потому что неделя стартов такая своеобразная, которая растянулась на два месяца. Отчеты по «Радуге» я выставляю только на «Дзен». Ну, потому что на YouTube я их не выгружаю. Там ролики маленькие. Продвижение я снимаю. И выставляю все на «Дзен». Поэтому, кому интересно посмотреть, как у меня там продвигаются дела и работы девчонок, вы можете посмотреть на «Дзене». Вот, это моя первая работа, которую я сейчас двигаю. Кстати, в «Радуге» у меня есть завершенная работа. Я вот на первых майских завершила. У меня был оранжевый старт. Оранжевый старт. Я стартовала с носками. У меня много носков. У меня со следующей недели я еще одну пару начинаю носков. Четыре пары носков, в общем-то. И три плечевых. Носки одни я завершила. Ну, их надо постирать. Они еще не стиранные. Как-то вот они у меня связались быстро. Это пряжа «Ланоса Супер Мерина». Я, может быть, не знаю, может сегодня, может завтра постираю. Облокаторы у меня тут есть. Моя подруга Аня меня одарила облокаторами. У меня облокаторы теперь здесь пластиковые, дома деревянные. Там есть пластиковый дом. В общем, у меня запас блокаторов везде. Я связала вот эти носочки. Здесь громкая пятка. Ну и, в общем-то, они у меня завершены. Этот процесс. Надо посмотреть кончики. Я не помню, убрала ли я кончики. А может быть, не убрала. Не знаю. И посмотрим. В общем, это у меня в совместном проекте «Радуга». Значит, давайте я вам покажу, что у меня тут еще я вяжу. Вы знаете, что я вяжу много носков, да? И вот эти вот носочки я вяжу. Тоже я вяжу сразу два носка. Вот здесь у меня они вяжутся сверху, соответственно, вниз от резинки. У меня высокий поголюнок. Это пряжа «Ланос». Нет. Это пряжа «Ярнард Форза». Цвет, если я не ошибаюсь, 20-15. Вяжу вот из этого моточка. То есть, соответственно, у меня одна ниточка идет из серединки. И одна идет вот с центра. И у меня так получилось, что... Видите, они у меня одинаковые. Я секции не подбирала специально. Вот. Ну, вы видите. То есть, мне не надо было подбирать. Ну, как-то я первый носок начала вязать, второй начала вязать. И получилось так, что они раз и одинаковые. Сейчас они у меня уже вяжутся, эти стопы. Да, вот от пятки у меня связалось. Ну, еще мало. Еще вязать и вязать. Это мужской вариант носков. Вот. Всего-то тут связалось. Надо еще вязать. Вот. Планирую... Так. Петельки. Я так и знала. Так и знала я. Я планирую в ближайшие дни их закончить. Ну, сегодня, завтра. Потому что, если бы я только их вязала, это другой вопрос. А так как я то одно повязать хочу, то второе повязать хочу, я двигаю все сразу. Поэтому... Ну, я очень планирую, что я их в ближайшее время закончу. Так. Это второй процесс, который здесь сейчас я вяжу. Еще одни носки. Это не в каком... Вот это не в совместнике. Нет. Это просто... Эти носки пойдут в носочную коробочку, скорее всего. Дальше. Вот этот процесс. Это тоже носок. Это в совместном проекте Радуга. Я начинала в желтую неделю. Вот. Сегодня я связала один рапорт. Это первый носок. Ажурный. У меня получаются листики с одной стороны, листики с другой стороны. Я вяжу по мастер-классу. Следующую пару, когда я буду вязать такую, я сделаю ажур только с верхней стороны носка. А по стопе будет лицевая гладь. Вот. Я сегодня связала, значит, один рапорт листиков и начала вязать пятку. Здесь пятка тоже громкая будет. Что делаем? То есть она уже начинается, она будет громкая. Поэтому вяжу носочек. Вот. Продвинула его, потому что они у меня здесь были. Я их с собой не брала. Вот. Тоже планирую их двигать. Естественно, как и все. Следующий процесс, который я также здесь сегодня его двигала. Ну, хорошо так продвинула. Потому что после недели стартов я его и не брала. Это мое плечевое изделие. Одно из плечевое изделие. Это я вяжу Атрика Сказка. Вот. Это кокетка. Джемпер. Круглой кокеткой. Он без узоров, он без рисунков. Просто круглая кокетка. Вот я его сегодня активно, я хочу сказать, вязала. Потому что у меня было-то всего, не знаю, несколько рядов провязано после резинки. И вот я его сегодня вязала. Время сейчас полчетвертого. То есть еще не вечер. Дальше. Что у меня здесь? То, что я еще не брала и не двигала. Так, это зеленая неделя стартов моя. Здесь у меня где-то было. Надо докопать. Вот сумочка. Ну, здесь у меня лежат тоже из первой прям недели стартов красные носки. Я до них не добралась. Не знаю, доберусь я или нет. Вот они у меня как были на этой стадии, так они у меня и остались. Один носок из бобинной пряжи. Так же, как и желтый ряжется из бобинной пряжи. Это прям вот такой носок-носок. Он будет на широкую ногу. Да. Прям вот он такой широкий. Я уже даже не знаю, может распустить его, потому что как-то он больно широкий. Может быть, я вообще его распущу и перенаберу другое количество петель. Сделаю, потому что как-то уж совсем он такой огромный. По сравнению с чем? Ну, даже со связанными носками по сравнению. Я даже не сравнивала, но мне интересно. Ну, да. Хотя количество петель примерно одинаковое, и то даже меньше. Видите? Я, наверное, его распущу. Да. И я сделаю прям это сейчас. Вот так. Чтобы не мучиться, как говорится, надо лучше сразу... Вот почему мне сейчас пришла эта мысль, что надо его распустить, Ну, кто не вяжет, тот не распускает. Правда? Ну, не случились у меня пока красные носки. Ну, что такое? Бывает. Посмотрим, когда я буду итоговое снимать видео, наберу я к тому моменту их хотя бы на спице или нет. Ну, лучше сразу, чем вот я буду мучиться, маяться, их вязать, не понимая, а надо, может быть, распустить, а может быть, не надо. Так, мы сейчас с вами быстренько все это распустим. Завтра мы планируем поехать в магазин. Хочу заехать в цветофор, посмотреть, земля там есть или нет. В прошлый раз была дешевая земля, но мы были заняты, я не купила. Посмотрю завтра. Ну, в общем-то и все. Возьму просто другие спицы и свяжу по-другому, да и все. Может быть, я свяжу сверху. Вот и все. Вот, все. Нету красного процесса. Будет он вообще сейчас или нет, я пока не знаю. Так, дальше. Не вязала я сегодня. У меня здесь процесс тоже носочный. Это первый носок. Не в каком совместнике, просто, просто, просто я его вяжу. Вот. Это бобинная пряжа также. Вяжу. Мне нравится это меринос. Вот это я тоже буду вязать. Ну, соответственно, мне он нравится. И расцветка нравится. У меня закончились проектные сумки. И у меня уже все в пакетиках. Так, и еще, что хотела я показать. Основная работа, которая мне очень нравится, которую я начала в последнюю, вот в эту неделю стартов. Это цвет голубой у нас. И я сегодня до него еще не добралась, потому что, если я доберусь, я заброшу 100% все остальное. Мне очень нравится, как он вяжется, как идет. В общем, это еще одна круглая кокетка. Джемпер. Круглая кокетка. Джемпер самый простой. Вот такой. Да, это спина. Джемпер вот с таким узором. Я уже просто отрезала первый моток. Это пряжа 100% хлопок атрика. Великолепная нитка. Великолепный идет узор. И вот сегодня четвертый день. Вот я за три дня его связала. У меня вчера закончилась ниточка, и я пока не присоединяла. Вяжу сверху вниз, соответственно, джемпер круглой кокеткой. Как вы можете наблюдать, вот такая вот кокетка дырявистая немножечко. В каждом десятом ряду я делаю просто накиды, прибавляю. Очень мне нравится вязать. И я все с собой моточки сюда, главное, привезла. Не знаю, получится у меня повязать, связать его или нет. И я сомневаюсь, что мне хватит семи мотков. Вот с таким расходом, вот это вот мне хватило только один моток. Хотя, может быть, и хватит. Она же круговую связана. Вот. Поэтому мне есть здесь над чем работать. Мне есть чем здесь заниматься. Помимо дома, собак, готовки. У меня, видите, какой вообще великолепный запас процессов, которые надо вязать. Так что сегодня вообще у меня день вязания. Я буду вязать по максимуму, наверное, пока я со стула не шлепнусь. На стуле мне удобно сидеть, потому что у меня здесь стол. Я могу попить. Я могу разложить всю пряжу, написать, записи сделать. Собаки тут, в конце концов, не достанут. Да, они же скачут, как кони. Носятся. Сейчас просто на улице гоняют. Вот. Поэтому мне удобно. И телевизор я сижу, смотрю. Киношки идут. Такой сегодня день расслабления. Всякие интересные фильмы, да, военные, но интересные. Поэтому вот. Буду к вам подключаться. Показывать, рассказывать, что получилось. Довязать, связать, извязать, продвинуть. Буду вам все, девочки, показывать. Я очень надеюсь, что получится у меня поснимать. Выйду, может быть, на улицу потом поснимаю. Но посмотрим. А то я назагадываю, знаете. И вдруг что-то пойдет не так. А потом уже буду дома. И, скорее всего, дома смогу смонтировать. Посылки вчера, кого насобирала, отправили. Все остальные поедут уже в понедельник. Я буду в воскресенье дома. И в понедельник перед поликлиникой я иду к врачу. Я их отнесу. Вот. Так что вот так. Потом, наверное, не знаю, я уеду, наверное, сюда. Но в любом случае, буду к вам выходить. Выгружу ролик. Ну, вы будете узнавать обо всех моих новостях. Так что я продолжаю вязать. Что получится, буду показывать. И до следующего включения. Субтитры сделал DimaTorzok